Войска США А рядом курс молодого бойца проходят литовские военнослужащие. Нужно как можно скорее подтянуть их профессиональный уровень. Действия России в Крыму и на Восточной Украине показали, что Россия не только имеет возможность атаковать нас, но и предположительно планирует это сделать. Войска США В этом месте угроза приобретает наибольшие размеры. Здесь Литва граничит с Калининградской областью России. Из-за напряженных отношений между странами движение здесь практически остановилось. Хотя с этой стороны границы невозможно увидеть ничего особенного, Калининград является стратегическим городом для России, важной военно-морской базой. Здесь размещены ракетные системы, радиус поражения которых охватывает значительную часть Европы. Однако Калининград отрезан от остальной части России. Именно поэтому в Литве так обеспокоены следующим возможным шагом русских. Правительство даже проинструктировало население о том, что необходимо делать в случае военного вторжения. Мы ознакомились с расширенным изданием этих инструкций. По сравнению с изданиями предыдущих лет, юмора и шуток в них гораздо меньше. Здесь говорится о том, как собирать разведданные, как выживать и как организовать сопротивление. Да, именно так. Мы делаем все возможное, чтобы не пустить войну в нашу страну. Мы даем понять, что любая агрессия по отношению к нам столкнется с сильным противодействием со стороны наших граждан и со стороны наших вооруженных сил. Помощь НАТО тоже усиливается. Французская авиация вместе с другими странами Альянса совершает регулярные вылеты. Российская граница находится под пристальным вниманием. Для крошечной Литвы такая поддержка неоценима. Президент Путин понимает единственный аргумент – сила против силы. В любом случае, песчаные равнины Литвы становятся свидетелями новой холодной войны в Европе. Ник Робертсон для СНН из Восточной Литвы.